Друзья, приветствую всех! Вы просили подробнее рассказать о мышлении миллионера, и в этом видео я расскажу вам о четырех основных составляющих. Это видео — это своего рода конспект всего моего канала. Смотрите, важно понимать, что мышление миллионера — это метафора, это просто название, это, можно сказать, мышление успешного человека. Итак, первая основа, первая составляющая — это проиграть невозможно. Невозможно. Ошибок не существует, проиграть невозможно. Вы либо побеждаете, либо чему-то учитесь. Все. Третьего не дано. Например, в заработке денег вы либо зарабатываете деньги, либо приобретаете опыт и учитесь. Как делать не надо. То есть вы не теряете деньги, потерять деньги невозможно. Ты либо вкладываешь деньги и увеличиваешь их, либо покупаешь за эти деньги опыт. Ну, так сказать, теряешь деньги, но ты не теряешь, ты покупаешь опыт. Проиграть невозможно. На любой ситуации, на любой проблеме можно научиться. Всегда нужно извлекать пользу. Итак, теперь вторая основа. Счастье внутри тебя. Внутри тебя. Все зависит только от твоего отношения. То есть не окружающая среда делает тебя счастливым. Тебя делает счастливым то, как ты относишься к окружающей среде. Как ты реагируешь на окружающую среду. Объясню еще так. Не красота вокруг делает тебя счастливым человеком. А счастье внутри тебя позволяет видеть красоту вокруг. Поймите это. Это очень-очень важно. И куда бы ты не переехал, если ты несчастлив, ты будешь несчастлив. Потому что ты всегда с собой берешь кого? С себя. Ты всегда берешь с собой себя. И если ты не поймешь, что все зависит от твоего отношения, что счастье внутри тебя, его не нужно искать, если ты не будешь счастливым здесь, в этой обстановке, вряд ли ты будешь счастливым в другой обстановке. Это важно понимать. Теперь третья основа. Третья основа – это ответственность. Вы это прекрасно все знаете. Заострять на этом внимание не буду. Во всех бедах виноват только ты. Иногда люди думают, не иногда, а очень часто люди думают, что если перекладывать ответственность на других, жить легче. Вот, виновата правительство, виноваты мои друзья, они меня не понимают, виноват начальник, он мудак. Все плохие, я хороший. И кажется, так жить легче. Но нет, так жить сложнее. Ты вечно недоволен. Ты никогда так не будешь счастливым. А вот, когда ты понимаешь, во всем виноват только я сам. Только мои действия привели меня вот на эту работу. Не начальник мудак, а я мудак. То, что я вот устроился на такую работу, и у меня такой начальник. Я виноват. Не государство там виновата, что нету работы. Я виноват, что я не могу эту работу найти. Есть куча возможностей. Только я ленивый мудак. Я ничего не ищу. Я жду, чтобы мне кто-то там предложил работу. Если искать, можно все найти. Куча везде возможностей. Ну, вы это все понимаете. То есть, жить намного легче вам будет, если вы будете спрашивать себя, не с окружающих. Если вы будете брать на себя полную ответственность. И четвертая основа, это, конечно же, позитивное мышление. Без позитивного мышления вообще никуда. Это концентрация на всем самом хорошем. Полезном. Это концентрация на возможностях. Многие не понимают, кстати, до сих пор, что такое позитивное мышление. Многие думают, что позитивное мышление, это говорить, все хорошо, все хорошо, когда все плохо. Нет, ребята, это не позитивное мышление. Позитивное мышление, это когда все плохо. Продолжать искать выход Продолжать концентрироваться на возможностях Когда ты в самой жопе Вот позитивное мышление А не говорить все хорошо, все хорошо Но на самом деле все не хорошо Позитивное мышление это среди кучи дерьма Увидеть лучик надежды Это концентрироваться на всем самым лучшем Если вы будете концентрироваться на хорошем Вы будете видеть это хорошее в людях А если вы будете концентрироваться на дерьме Вы будете везде видеть дерьмо Вы будете видеть в людях только все самое плохое И это будет вашей правдой Оно так и есть Вот вы ищете этому подтверждение Нашли Ищите, нашли И все И этих подтверждений будет все больше и больше Попробуйте искать хорошее Дерьмо находить очень просто Не нужно ходить там, я не знаю, с микроскопом Его и так полно А вот вы попробуйте найти среди этого всего дерьма что-то хорошее Ребята, это основа Можно, конечно же, углубляться Затрагивать там разные темы Тему благодарности поднять Об этом всем я рассказываю на своем канале У меня есть по каждой теме отдельное видео Просто вот многие ребята приходят Мой канал не смотрят И просят записать как бы Общее такое вот видео И вот эти принципы, они вечны Ими просто нужно жить Многие говорят одно и то же, одно и то же Да, одно и то же Но некоторым нужно, я не знаю, 10 раз посмотреть одно и то же Чтобы осознать что-то И начать действовать И начать менять свою жизнь Со мной тоже такое случается Я бывает осознаю что-то после третьей книги Я об этом смотрел видео Я об этом прочитал в одной книге Еще в одной И вот в третьей книге Там по-другому немного тема раскрыта Да, одно и то же, одно и то же Я это все знаю Я уже об этом читал Я об этом слушал Я об этом смотрел видео Но потом, после там какой-то фразы Ко мне приходит осознание И я такой Блин, какого хрена я раньше так не делал Все И вот Происходит щелчок И ты кардинально меняешь свою жизнь Но ты До этого шел Понимаете? До этого нужно дойти Нужно работать Нельзя вот посмотреть это видео Все Вы посмотрели Узнали о четырех основах И такие себе говорите Все С завтрашнего дня Я свое старое мышление Заменяю на мышление миллионера Нет, не получится Не получится Это очень тяжело Каждый день маленький шаг Каждый день работаешь Работаешь Развиваешься в этом направлении Читаешь какие-то книги Потом такие читаете О, блин, об этом же говорил Там инстардинг Блин, вот оно Нужно так действовать Понимаете? Нельзя вот посмотреть И резко измениться Поэтому работайте над собой Развивайтесь Живите этим И ваша жизнь будет меняться Я через все это прошел Я сам начал жить такой жизнью На этом все, ребята Вот такое вот короткое видео Всем успеха Всем удачи Всем любви Добра Позитива Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok